Чем живет самый северный район области, один из аграрных уголков страны, регион с богатой историей и насыщенным настоящим. Здесь и сейчас в субботнем эфире канала Беларусь 4 Брест еженедельная информационная программа 7 дней Барановичский район. Добрый вечер, меня зовут Катерина Стриха и вот о чем расскажем сегодня. Итоги уходящего года и прогноз на следующий обсудили на совместном заседании райисполкома и сети районного совета депутатов. Время зимней сказки. Продолжается республиканская благотворительная акция «Наши дети». Изменить подход к работе. Городищенская средняя школа стала первым в районе партнером программы «Учитель для Беларуси». В считанные часы до наступления 2023-го. Новогоднее поздравление председателя Барановичского райисполкома Сергея Карпенко. А теперь обо всем подробнее. Подвести итоги уходящего года и определить задачи на 2023-й. На этой неделе состоялась совместная сессия районного совета депутатов и руководителей отделов и управлений райисполкома, предприятий и организаций, а также председателей сельских исполнительных комитетов. В ходе встречи обсудили вопросы, касающиеся социально-экономического развития района, а также проект бюджета на следующий год. Подводя итоги уходящего года, глава района Сергей Карпенко в своем выступлении отметил увеличение заработных плат как в бюджетной сфере. Сегодня этот показатель в среднем составил порядка 1090 рублей, так и в организациях сельского хозяйства – более 1370 рублей. Останавливаться на достигнутом в 2023-м никто не собирается. Повышение зарплат планируется за счет премий, роста базовой ставки и категории работников. Для нас всех текущий год выдался насыщенным и непростым. Но невзирая на все сложности, благодаря слаженной работе мы смогли многого достичь. В сельском хозяйстве уходящий год стал благоприятным для отрасли растеневодства, в котором достигнуты значительные результаты. Впервые за последние 7 лет произведено более 190 тысяч тонн зерна. Увеличены объемы рапса. Практически на 10 тысяч тонн взросло производство сахарной свеклы. Проделана определенная работа в животноводстве. Произведено порядка 115 тысяч тонн молока, 77 тысяч тонн продукции выращивания. А все потому, что в течение года в районе планомерно шла работа по модернизации сельхозпроизводства. С начала 2022-го в данную сферу было инвестировано порядка 67 миллионов рублей. Свыше 136 миллионов планируется направить в следующем году, в том числе на строительство и реконструкцию животноводческих объектов, а также сенажно-силостных траншей. По итогам года впервые в истории района экспорт товаров достиг 100 миллионов долларов в США. В текущем году построено более 11 тысяч квадратных метров жилья. Введено в эксплуатацию 70 домов индивидуальной застройки. 12 многодетных семей улучшили свои жилищные условия. Благодаря достигнутому результату в реальном секторе экономики мы планомерно улучшали социальную инфраструктуру в нашем районе. В следующем году нам предстоит напряженная работа и перед руководителями обозначены ключевые задачи на 2023 год. Среди них эффективное экономическое развитие, рост благосостояния и уровень жизни наших граждан. Ну и конечно же в ходе встречи нашлось место и для самого приятного, а именно подведения итогов и награждения победителей сразу двух конкурсов. По благоустройству и озеленению территорий, а также машинных дворов. Помимо оваций, букетов и дипломов все призеры получили денежные премии. Мария Кудина, Людмила Салтин, Николай Рудский. 7 дней. Барановический район. Продолжается республиканская благотворительная акция «Наши дети», инициированная более 20 лет назад главой государства и направленная на привлечение внимания к тем ребятам, которые оказались в нелегкой жизненной ситуации. На этот раз Дед Мороз и его волшебники отправились в городищенский дом-интернат для инвалидов. В настоящие зимние сказки побывала и наша съемочная группа. В городищенском доме-интернате сегодня воспитывается свыше 200 ребят с инвалидностью. Около трети из них несовершеннолетние. И, конечно же, особенным ребятам в это чудесное предновогоднее время больше, чем другим хочется внимания, тепла, любви и заботы. В роли волшебников, оказавших помощь в организации праздника и приобретении подарков, выступили Барановический районный исполнительный комитет, общественная организация «Белая Русь», приходы храмов святых жен Мироносец и покрова Пресвятой Богородицы, а также предприятия района. Новый год – это время волшебства и исполнения желаний. И, конечно же, наши дети с огромным удовольствием ждут этих новогодних праздников и готовятся задолго до Нового года. И нам очень приятно, что в эти новогодние праздники мы чувствуем это особое внимание к нашим детям. Очень приятно, что руководство района, наше министерство оказывает такую замечательную поддержку нашим детям. Спасибо им огромное. Подарки, особенно сладкие, ребят впечатлили. Гостям, говорят, здесь всегда рады. Нам нравится всем Новый год, праздники, игры. К нам приезжают многие люди. Нам нравятся подарки. Мы хотим благодарить гостей. Я люблю Новый год, люблю подарки. Люблю, когда Новый год радость нам приносит. Люблю, когда Новый год снег падает. Дети же, как принято говорить, в долгу не остались. И гостей удивляли настоящей зимней сказкой. Кажется, даже взрослые в этом зале поверили в чудо. Мы на Новый год, мы достали. Только в Брестской области в рамках благотворительной кампании запланировано провести порядка двух тысяч подобных мероприятий с участием более чем 220 тысяч ребят. Акция «Наши дети» не заканчивается. Стать на миг волшебником и подарить веру в чудо тем, кто в этом особенно нуждается, может каждый. Будет новый год, улыбнешься ты, и мне скажешь, что есть слово про любовь, и мне скажешь, что есть слово про любовь. Мария Кудина, Николай Рудский, 7 дней, Барановичский район. Принять вызов судьбы и кардинально изменить подход к своей работе решилась преподаватель Городищенской средней школы имени Михаила Скипора. Таким образом, данное учреждение стало первым в Барановичском районе партнером программы «Учитель для Беларуси», инициированный при спонсорской поддержке фондом «Новая школа». Проект направлен на развитие и повышение качества образования в маленьких городах и деревнях. Какие преимущества получают педагоги, сколько длится обучение и как стать участником в материале наших корреспондентов. В Городищенской средней школе имени Михаила Скипора Наталья Столярчук трудится вот уже 20 лет учителем физики. Последние два года преподает еще и математику. Принять участие в программе ей предложила завуч. По правилам отбора педагогу необходимо провести онлайн-урок за 7 минут, после чего пройти собеседование. Вскоре учитель отправилась на двухнедельный интенсив, даже не подозревая, насколько сильно изменится ее жизнь. Я почувствовала, что я стала в себе более уверенная. Я не боюсь каких-то новых начинаний. Я не боюсь вступать в какие-то новые программы. Мне это начинает нравиться. Я очень люблю работать с детьми, и мои ученики уже на уроках начинают говорить, вы ведете уроки не так, как все. На своих уроках я стараюсь, чтобы мои ученики не отвечали с оглядкой на меня, чтобы не боялись ошибиться, чтобы они могли сказать свое мнение. И даже если оно ошибочное будет, то им было бы не страшно. Вместе со своими учениками Наталья Александровна уже реализует проект «День открытых дверей кабинета физики», в котором ребята выступают в качестве экскурсоводов, а также проводят интерактивные опыты. В ближайшее время педагог займется еще и профориентационной работой для старшеклассников. Миссия нашей программы, программа «Учитель для Беларуси» – это дать каждому ребенку качественное образование современное, для того, чтобы раскрыть потенциал наших детей. У нас есть четыре вида поддержки в программе. Это кураторская поддержка, методическая, проектная поддержка, как раз-таки проектные менеджеры работают с нашими участниками, ну и финансовая поддержка, стипендия и ноутбук участники получают. Таким образом, с 2019 года за четыре сезона программа охватила порядка десяти тысяч учащихся из региональных школ. Хочется сказать, что сейчас происходит параллельно набор в пятый, в юбилейный сезон программы. Сейчас заканчивается прием заявок в первую волну, их будет еще две. Еще можно успеть подать заявку, чтобы с 2023 года стать участником программы «Учитель для Беларуси». Очень хочется отметить, что несмотря на то, что у нас 27 выпускников, 99% можно смело сказать остались в образовании, и более того, они так или иначе продолжают оставаться в программе «Учитель для Беларуси» или в качестве сотрудника, или в качестве просто участника. Обучение в программе длится два года. Принять участие может любой желающий, и даже те, у кого нет педагогического образования. Возрастных ограничений также нет. Это единственное условие для потенциальных кандидатов. Высокая мотивация, желание меняться, лидерская жизненная позиция и, конечно же, любовь к детям. Мария Агудина, Людмила Салзина, Николай Рудский. Семь дней. Барановический район. Считанные часы остались до наступления 2023. Уходящий год для Барановического района стал особенным. Он запомнится яркими событиями, громкими победами и новыми решениями. Сомнений в том, что достигнутое в 2022-м удастся не только сохранить, но и приумножить – нет. Но перед тем, как регион откроет новую страницу своей истории, с новогодним поздравлением к жителям Брещины обратится председатель Барановического райисполкома Сергей Карпенко. Уважаемые жители Барановического района и нашей любимой Брещины, примите самые искренние и теплые поздравления с Рождеством и Новым годом. По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с теплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, намечая планы на будущее, в которых нас объединяет стремление к стабильности, желание жить на родной земле счастливо, профессиональный и творческий потенциал. Уходящий 2022 год был содержательным и динамичным. Все, что достигнуто, сделано совместными усилиями, при вашей поддержке, доверии и прямом участии. Мы вместе искали и находили нужные решения, трудились для благополучия наших семей. Несмотря на трудности, мы сохранили положительную динамику развития народного хозяйства региона, обеспечили его бесперебойную работу. Удалось собрать весомый урожай зерновых. Районный каравай завесил 206 тысяч тонн. Урожайность составила почти 50 центнеров с гектара. Введены в строй новые дома, благоустроены улицы, появилась первая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием. Достижение района – это результат совместных усилий и каждодневной напряженной работы всех трудовых коллективов, органов местного самоуправления, широкой общественности. Каждый из вас приложил много сил и знаний для того, чтобы близкие были счастливы. А Барановический район развивался. Новый год ставит перед нами новые задачи, открывает новые пути и возможности для развития. Мы определили для себя важнейшие цели, которых, я уверен, обязательно достигнем. Барановический район будет благоустраиваться, мы будем развивать производство и повышать уровень жизни населения. Новый год – это точка отсчета для притворения в жизнь новых идей и смелых инициатив, продолжение славных традиций. Желаю вам, чтобы 2023 год принес в каждый дом согласие, душевный покой и достаток. Здоровья, счастья, любви, мира и исполнения всех заветных желаний. С Новым годом! Программа «Семь дней» Барановический район также поздравляет всех телезрителей с наступающим Новым годом. Крепкого вам здоровья, счастья и удачи в Новом году. До встречи в эфире на телеканале «Беларусь-4 Брест».